Здарова всем ребят, с вами Хилл Хёрдс и это у нас видео будет о том, как крафтить предметы. Я уже делал ролик о том, как крафтить предметы, ну то есть как работают вот некоторые из сфер арбов в игре Вольтсон, Lords of the Mayhem, вот, но теперь, разумеется, ссылка на это видео будет и в описании, и справа сверху вот здесь вот в подсказочке. Вот, но то было видео до конца не полное, я виноват в том, что не знал то, что эти сферы имеют синергию вот с этими камнями, вот, с этими камнями. Давайте посмотрим. Добавляет новый магический эффект при использовании на предмет, расходует все самоцветы в гнездах для гарантированного получения эффекта. А это, смотрите, расходует все самоцветы в гнездах, вот я правда думал то, что мы никак не можем контролировать то, какие, скажем так, эффекты будут убираться и добавляться. Итого, давайте сразу о том, что нам необходимо. Крафтить лучше всего на самых высоких уровнях предмета. Здесь вот, смотрите, справа сверху написано «Редкий уровень 83». Почему лучше на верхних уровнях? Давайте мы перейдем вот на второе окно. Так, нахват экрана. Вам, к сожалению, будет видно мой OBS, ну, простите меня, пожалуйста. Лучше не получится. Этот сайт я оставлю в описании, смотрите. Давайте, вот мы, получается, на самом его начале нажимаем «Magic Affixes». Здесь просто максимально темный лес. Опять же, я до конца еще не разобрался. Мое дело вам показать, постараться, точнее, мое дело рассказать, постараться, показать, как это работает. Опять же, если у вас будет желание, вы сможете копать глубже дальше и разбираться самостоятельно. Смотрите, допустим, мы выбираем любой. Вот максимум «Health». От 10 до 20, до 2000 может быть максимально. И смотрим вот «Level», то есть на, грубо говоря, получается уровень предмета от 50 до 130, максимальное количество получаемого здоровья 620-660. То есть, чем выше уровень предмета, тем больше максимальное здоровье можно будет получить. Я думаю, это, в принципе, вполне понятно. То есть, чем выше уровень предмета, тем лучше вещи мы в итоге можем получить. С этим, вот, смотрите, 110 и 200, тир 12. Вот, от тира тоже, как бы, довольно сильно все зависит. Здесь тоже, смотрите, это префикс. У почти каждого предмета, давайте сейчас мы вернемся на игру, у каждого предмета, у желтого предмета, два суффикса, два префикса. Вот, и, например, у любого легендарного предмета уже получается три суффикса и три префикса, если там есть шесть ствольств. Вот, надеюсь, с этим мы тоже с вами разобрались. И теперь давайте самое отбитое, самое главное, самое интересное. Допустим, вот мы хотим, допустим, мы с вами хотим скрафтить кольцо. Вот, ну, самое важное, найти хорошее кольцо с хорошей базой и хотя бы с одним хорошим показателем. Я такой человек, что мне сколько ни объясняй, пока не покажешь, я не пойму. Смотрите, вот кольцо с рубином. Давайте выйдем из инвентаря обязательно. У нас есть статы. Допустим, мне нравится рейтинг материальных сопротивлений. И, допустим, вот стат на 1161 максимальное здоровье. Мы переходим на этот сайт. Альстабаемся, получается, захват экрана. Вот, переходим на этот сайт. Давайте даже его обновим. Вот опять. То есть, Magic Affixes. Заходим, получается, выбираем Аксессори и Ринг. То есть, вот, получается, бижутерия и кольцо. Так, теперь мы ищем наш показатель. Получается, Maximum Health. В принципе, нам подходит Maximum Health. Нажимаем Открыть Expand. Вот, и теперь мы с вами можем посмотреть, какие нам нужны камни для того, чтобы зарезервировать здоровье. Смотрите, получается, это у нас кто? Топаз. Потом у нас Капперстоун и Силверстоун. Ну, в принципе, по цветам, я думаю, понятно. Опять же, смотрите, переходим обратно в игру. Что дает эта сфера, которая удаляет? Удаляет случайный магический эффект при использовании на предмете. Расходует все самоцветы в гнездах для гарантированного сохранения эффекта. То есть, если мы переходим вот сюда, смотрите. Защита 3. Максимальное здоровье. Берем сюда. Потом, по-моему, Капперстоун. Вечный Аргенид. Максимальное здоровье. Тысяча. Берем его. Еще, по-моему, был вот такой. Да, тысяча максимального здоровья. Как вы можете понимать, это семейство камней, которое дает плюс тысячу к здоровью. Итого. Мы теперь берем. Нам, ну, насколько честно, я не знаю, ребята, нужна ли нам дырка какая-то определенная. Я вот пробовал. У меня получалось с разными дырками. Именно сохранять свойства. Добавлять свойства. Я в итоге не понял, но это уже другой. Скажем так, отдельный темный лес. Берем, допустим, кладем. И, ну вот, смотрите, что у нас имеется. Здоровье, видите, сохранилось. Мы опять берем, вставляем, удаляем свойства. Здоровье опять сохранилось. Потому что этот камень позволяет нам сохранять здоровье. Ради интереса можем воткнуть этот и удалить. И опять здоровье сохранилось. В итоге мы имеем в теории идеальное кольцо, у которого хороший верхний стат белый. И вот максимум здоровья. Ну, в идеале две тысячи поймать. Теперь, что мы можем делать дальше в итоге? У меня далеко не всегда получилось нормально правильно крафтить, но я сейчас постараюсь рассказать. Так вот, ребята, смотрите. И мы теперь можем докрафтить что-то еще. У нас получается, сейчас занят слот только префикса. Мы с вами берем и ищем, какой еще префикс. Вот здесь можно выбрать префиксы только, чтобы показывались. Какой еще префикс мы можем накрафтить. Ну, в теории, допустим, я хочу больше сопротивления. Берем сюда, смотрим, какой камень нам нужен. Александрит. Снова с вами переходим на игру. Захват окна. Берем из инвентаря Александрит. Вот у меня. Опять же, слот нам не важен. Открываем, вставляем его. И вот с Лизой и Рибы, ну, короче, бахаем. Рейтингу всех сопротивлений. В принципе, пока что нормально все получается. Правильно, вроде бы подходит. В принципе, согласен. И теперь два слота с префиксами у нас заняты. Мы снова переходим на этот великолепный сайт. Так, сейчас захват экрана. Вот. И здесь убираем префикс, ставим суффикс. Здесь, как видите, можно посмотреть. Суффиксы, суффиксы. Здесь для каждого предмета можно посмотреть, что это. Префикс вы поймали, суффикс вы поймали. Если вы хотите удалить какое-то конкретное свойство, это, в принципе, тоже в теории так можно сделать. Я потом постараюсь объяснить. И здесь мы можем посмотреть, что мы хотим накрафтить. Ну, в принципе, для воина почему бы не забабахать критический намаг. Правильно, ребята? По сути, это еще один александрит нам нужен. Мы его вставляем. И если у нас слот префикса занят, теперь у нас добавится вот суффикс. Точнее, ну да, суффикс, все верно. Давайте попробуем. То есть возвращаемся в игру. В игру, говорю, возвращаемся. Обабахаем сюда александрит. И пробуем крафт. К рейтингу критического урона заклинаниями. Это космически не круто? Почему, спросите вы? Потому что прогнуло для заклинаний. Опять же, как вы можете догадаться, крафт весьма кривой. Ну, либо я до конца не разобрался. И давайте я сразу объясню пару моментов, ребята. Ни в коем случае не стоит крафтить на онлайне, пока вы досконально не разберетесь, как это работает, как это происходит. Лучше, я не знаю, скачайте сейвы. Сделайте бэкапы сохранений вот в оффлайне. Попробуйте на оффлайне, чтобы у вас идеальные кольца получались, чтобы не зафидить их, извините меня. Потому что если вы, ну, грубо говоря, сломаете очень крутое кольцо, будет обидно. Плюс вы потратите много дорогостоящих ресурсов. Вот. Теперь, к слову о том, как можно удалить ненужное свойство и заменить его нужным. В теории, вот эта вот сфера удаляет случайно магические эффекты и добавляет новые при использовании на предмете. Расходует все самоцветные гнезда для гарантированного получения эффекта. То есть, в теории, давайте проверим ради интереса. То есть, я хочу, ну вот, допустим, с этого кольца наоборот, убрать здоровье. Как мы помним, вот это вот на здоровье. Давайте попробуем. Ну и посмотрим, уйдет ли здоровье. Нет, здоровье не ушло. Стихийный урон накрафтился. Опять же, ребята, здесь уже даже я не понимаю, как это работает. На секундочку. Так, захват экрана. Здесь у нас еще есть ряд эффектов, которые семьями камней. Когда вот семья камней, то есть несколько, три или два, поймать что-то конкретное, что вот здесь в статистой, просто невозможно. Я несколько раз пробовал, у меня нифига не получилось. Ну, давайте самое интересное. Вот эти вот камни бытия. Смотрите, мы, в принципе, на аксессоре, ну, это, получается, бижутерия. Можем поймать? Точно окно открыто, да. Мы вот на этой бижутерии можем поймать очень полезные свойства. У нас как раз на нашем кольце это суффикс. Отлично, просто великолепно. По-моему, они не отличаются. Префиксы. А, ну что-то префиксы, суффиксы, это, в принципе, то же самое. Неважно. Есть свободный слот, мы можем скрафтить. Снова переходим в игру. И смотрим. Так, камень бытия нужно взять. Так, камень бытия берем. У нас есть открытый слот. Мы сюда кладем камень бытия один. И начинаем крафтить случайное свойство. Накладывает плюс один негативный эффект. Это очень круто. Вот эти вот эффекты, смотрите. Давайте опять перейдем на этот сайт. Господи, сейчас бы еще не путать. Вот, то есть, может, да, полнится, скажем так, одно проникновение сквозь противников ко всем проджектайлам. Потом от одного до двух вот негативных эффектов накладывать. И куча хороших эффектов. Если вам не нравится вот аксессор, берете, убираете, ринг. И это все статы, которые можно поймать. Вот этими вот камнями бытия, проверю. Да, вот этими вот камнями бытия можно крафтить уникальные, скажем так, скиллы, которых вы не можете получить никак по-другому в игре. Альтернативно вы, конечно, можете получить в игре при помощи вот, саресельские. Ну, то есть, что такое саресельские миссии? Это когда, вот сейчас переходим, когда вы делаете экспедицию. Вот. Ну, накладываете много-много-много и в конце вызываете безупречных. Вот, когда вы проходите этот портал, в конце вам может выпасть вещь, которая будет иметь это свойство. Вот. Вроде бы все рассказал. И еще по поводу крафта. Если у вас в теории получился идеальный, хороший, ну вот, идеальное хорошее кольцо с четырьмя свойствами, вы идете в, получается, черный рынок, редкость предметов, но перед этим качество улучшаете, если у вещей есть. Вот. И делаете еще дополнительные свойства. Если получился хороший легендарный предмет, можете кинуть еще одно. Вот такое вот орб, чтобы, возможно, в теории получить хороший запланированный стат. Таким образом, можно скрафтить просто невероятную бижутерию. Вот. Закономерности есть. У меня до конца нормально по-человечески разобраться не получилось, потому что вот я вчера, вот честно скажу, часа два ночью сидел, пробовал разные варианты, разные комбинации, ничего программируемого. У меня не получилось максимум. У меня получалось три точно запланированных стата на кольце, а потом уже нифига не получалось. То есть я кидал камень, который что-то дает, ну, необходимое мне, а он давал мне совершенно абсолютно другое, рандомное. Как это работает, я не понял. И я хорошо, скажем так, разобрался только вот со слезой бездны и слезой рибы. То есть этот стат вообще пофигу ему, он все меняет, не важно. А вот этот, это вообще просто настолько темный лес. Если я когда-нибудь смогу с этим разобраться, будет полное видео, где как все работает. Но пока что, опять же, сайт в описании, вот этот вот, который вам будет необходим. Вот здесь можно все посмотреть. Опять же, любые вещи можете найти. Допустим, убираем эту. Ну, допустим, вот смотрите, получается, боу, оп, все которые статы на луку, на луке можно. Вот берете на лук, я так понимаю, невозможно свойство никакого уникального накрафтить. На мейсу я знаю, точно можно накрафтить. Вот, видите? То есть кастовать раз, два, три, четыре, пять скиллов можно кастовать. На щиты очень много всяких ништяков. То есть огромное количество скиллов можно через камень бытия накрафтить. Вот как-то так. Так, если вам интересно, что можно накрафтить здесь, опять же, вот, максимум хейлс, это префикс, префикс. Посмотрели, можно посмотреть все суффиксы, вот у этих штук какие бывают. У этих не бывает. Но опять же, сайт не всегда хорошо работает, потому что нужно еще, например, взять лук убрать, допустим, хэви поставить. Или, допустим, шилды убрать. Вот все суффиксы, префиксы. Лучше каждый раз обновлять. В общем-то, надеюсь, пища для размышления у вас теперь будет. И это видео максимально раскроет тему крафта. Я не думаю, что он настолько интересен вот в игре Вольтсон, вот честно. Да, и еще, если вдруг вы какую-то вещь скрафтили, она вам не нравится по каким-то определенным обстоятельствам, вы просто берете, получается. Ну вот у вас, допустим, плохой пример, нужна легендарка какая-нибудь. Есть легендарка? Вот, легендарка. Вам не нравится ряд свойств. Вы втыкаете те самоцветы, которые, допустим, могут сохранить что? Могут сохранить максимум хп, могут сохранить криты, могут сохранить что-то еще. И кидаете вот этот вот аннуление, орб-аннуление. И таким образом можно оставить три необходимых стата. Ну вот, в тех вещах, где можно воткнуть 2 и 3 самоцвета. Как-то так. Надеюсь, минимально понятно теперь вам станет. Но если нет, то я постарался объяснить, как смог. Это очень сложно контролируемый крафт. Ну, всем большое спасибо за просмотр, счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхерц.